Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска с двигателем 2.7 полный привод, коробка, автомат пробег на автомобиле 214 тысяч километров застучала передняя правая рулевая тяга заказали и левую и правую сторону фирмы ТРВ поднимаю автомобиль снимаю оба колеса перед тем, как поднимать переводим его в режим домкрата и смотрим, что нам надо открутить снимаем пыльник, откручиваем тягу откручиваем наконечник поднял автомобиль снял колесо, и вот хочу показать вот эта правая тяга, она у нас и стучит тяга стояла уже замененная также стояла фирма ТРВ да, также стояла фирма ТРВ и пробежала она сколько она пробежала? около 100 тысяч пробежала эта тяга где-то около 100 тысяч левая тоже стоит фирмы ТРВ но левая не стучит но мы ее заменим раз меняем эту и заменим ту откручиваю гайку гаечка на 18 на наконечнике тяга Туговато идет грязь. Коррозия забилась со временем. Немного накручу ее обратно. Сюда идет съемник с переходной планкой. У меня, к сожалению, такого нет. Тот, который есть у меня, у него зев маленький, не оденится. Поэтому я беру русскую отмычку и 2-3 хлестких удара, и у нас тяга отойдет. Ну, сам наконечник-то еще живой. Но тяга в сборе идет с пыльником, с наконечником, с гайкой. Так. Хомут этот можно снять целый. Ну, я его вот так вот вбок стаскиваю. Он у нас остается целый. Его еще можно где-нибудь будет использовать. А вот внутренний хомут целый, он не снимется. Здесь стоит обычный ленточный капроновый хомут. Вот. Я его просто раскусываю. Смажу немножко тягу. Вот он, шарик. Откручиваю его. Для себя нашел вещь, которая тоже мне необходима в виде инструмента. Это съемные ключи для рулевых тяг. Ну, открутить я откручу обычным газовым ключом. Вот такая вот. Тяга. А, кстати, хочу сказать, что и закручивали ее газовым ключом. Вот она, риска. С одной стороны. И вот она, с другой стороны. Старые риски, они грязью забиты. Это вот они, риски, которые сделал я. Откручиваю ключом. А это риски, сделанные мастером, который устанавливал ее. Вот проточка под ключ. Протру здесь посадочное. Хоть оно и чистенько все. Ну, берем ненужную грязь. Берем герметик резьбовой. И на резьбовой герметик накручиваем рулевую тягу. Беру также рулевую тягу фирмы ТРВ. Правая сторона у нас идет G.R.A. 594, а левая 593 идет. Комплект входит в накраничник. Пыльник капроновый. Тяга рулевая. 18.04.17 производства Идут гайки-хомуты. Так, вот это что это у нас за уплотнение. Это быстрее всего надевается на рулевую рейку. Идет хомут усиленный. И идет смазка. Где у нас пыльник соединяется с сапфой. И где пыльник соединяется с рулевой тягой. Также идет инструкция. Вот про съемник, который я говорил. Чтобы он был удлиненный с переходной планкой. Теперь, что я хочу. Я беру, во-первых, сразу смажу смазкой. Вот это место. Здесь смазки-то 5 грамм. Смазка силиконовая. Одеваю пыльник. До конца я его пока не одеваю. Потому что мне надо будет тягу прикрутить. Оставляю пока здесь. Закручиваю в контргайку. И считаю количество витков на старой тяге. Для чего? Чтобы доехать до развала. На приблизительном размере. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, отсюда возьмем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так вот. Также контргайка идет еще и с наконечником в комплекте. И накручиваем наконечник. Законтрогаю уже на автомобиле. Беру резьбовой герметик. И смазываю три витка. Идем устанавливаем. Так, что у нас здесь? А, ну да, все верно. Вот оно, резиновое кольцо. Устанавливаем туда новое. Это как раз для того, чтобы герметичность капрунового пыльника была наилучшим образом. Да, корпусе рейки. И закручиваем рулевую тягу. Ну что скажу, раз она была закручена газовым ключом, то и я ее закручу газовым ключом. Все. герметик у нас сейчас резьбовой схватит ее и выкрутится она уже самостоятельно не выкрутится беру литон добавляю немножко смазки на сам шар чтоб он был смазан надеваю пыльник на месте все вот он легко крутится на силиконовой смазки надеваю пыльник на рулевую рейку все пыльник одет надеваю хомут а хомут-то какой хитрый он пробивается вот он фиксатор насквозь пробивает сам хомут и он и 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 Лишнее убираем. Ну и защелкиваем вот этот хомут. Все, и этот у нас тоже стоит нормально. Добавляем на пыльник вот этой смазочки силиконовой. Вставляем наконечник. И закручиваем гайку. Беру шестигранник на пять. Добавляем на пыльник. Все, рулевая тяга у нас заменена, нам остается только законтрагаять гайку. Ключ на двадцать четыре и на наконечники тоже на двадцать четыре. Но второго рожкового не оказалось, поэтому наконечник держу газовым ключом, а гайку контрагая обычным. Все. С правой стороны рулевую тягу я заменил. Аналогичным образом меняю со второй стороны. Номер тяги, как я говорил, GRA 593. Заменю, уже покажу. Все, с этой стороны я тоже заменил тягу. Так же законтрагаял поставил. Устанавливаю на место колесо. С этой стороны колесо я на место поставил. И вот хочу показать. Уже с колесом усилия побольше. Того характерного стука уже нет. Тишина. На этом все. Замену рулевых тяг и наконечников я закончил. Всего вам доброго. По скрипту. У меня есть второй канал. Называется он туристические отели. На нем я выставляю видео из места, где получается отдохнуть. Рассказываю о инфраструктуре, о возможностях, что есть, что вижу. Выражаю свое мнение. Канал ни к чему не обязывает. Он чисто информационный. Подписчиков на канале у меня пока мало. Для чего это видео? В качестве поддержать меня, если есть такая возможность и желание, подпишитесь на мой второй канал. Благодарю вас.